приветствую всех наша сегодняшняя встреча посвящена качельки но опять поступили вопросы от новичков и надо их немножко разъяснить немножечко по-другому сегодня я буду объяснять образно чаще всего поступает почему-то вопросы на качельку но это хорошо что понимают что надо разобраться в нюансах понимают что нужно освоить хорошо потому что на базу на основу уже нанизываются как вот бусинки одна за другой все остальные элементы или так же вот как вот и как допустим или причать зима снеговика да то есть у нас как снежный ком мы уже накладываем увеличиваем свой арсенал танцевальных элементов просто из маленького потом на все больше больше и больше и уже в принципе уже вообще-то да в на двух элементах вы уже можете танцевать на 3 вообще уже можете варировать под любую музыку и танцевать но когда у вас уже гораздо больше 3 10 больше 10 20 больше даже 50 то вы вообще можете быть королевой танцпола и при этом оздоравливаться в общем опять возник вопрос по качельке как двигается таз как двигается бедра частые ошибки когда смещается центр тяжести от центровка и начинается пи переваливание перекачивать с одной ноги на другую то есть когда вот так вот идете да или есть проворачивание то есть на качельке можно и вот так вот да и проворачивается то есть представьте что вас зажали между двумя оконными рамами между стеклами все то есть вперед назад тассу двигаться не может представьте что вы здесь стоят два стола с сторон вас подпирать или вы стали в узкий такой проход у вас тут вот все двигаться некуда и вас бедра могут двигаться только вверх и вниз вверх и вниз и еще один момент что центр тяжести равновесия у вас должен быть ровно ответственно вниз вот представьте повесили гречку и при движении она не должна раскачиваться то есть если вы будете уходить на одну ногу на вторую то у вас гелька естественно будет раскачиваться как я сказала одной женщине у меня обучающийся по зуму да не важно сказал ей не делайте мишку топтышку просто вот у нее только получается это как смотрю на медвежоночек хорошенький медвежоночек но это медвежонок у нас движение должны быть четко вверх-вниз вверх-вниз подвздошная кость должна быть четко над пяткой вот вы когда стоите вы сделали отстроечку да у вас выровняли ось макушечка копчик отпустили вниз и вот движение у вас идут колено идет вдоль стопы вперед подвздошная косточка идет над пяточкой никуда больше не отклоняется это и есть качелька еще у меня такой вариант возник вам показать собственно почему еще так решила выйти сейчас именно у меня есть доска бельго с которой я тоже работаю это вот такая вот доска балансировка балансировочная для нейроможечковой стимуляции под подвижный полосе но сначала нам на прямой полосе но вообще интересно получилось так возникла мысль очень хорошо на ней тоже заметно работа смотрите если я на нее встала ровненько сейчас поправлю немножечко ну мы с вами все свои так смотрите я сделала стройку встала и вот я делаю движение вообще на вот видите да подвижное все это еще полосе стоят параллельно то есть самый легкий уровень чуть отклонилась стороны она качается и смотрите если я буду менять центр тяжести да вот она пошла раскачивается вот я делаю вроде как качельку но при этом смещают центр у меня не перпендикулярно вниз вот она уже качается и вот как идет вверх-вниз и доска стоит и видно вот если поставить контроль да вы ставите ладони вот у вас уходит вверх-вниз вверх-вниз право-лево нету все отлично и сейчас давайте протанцуем композицию я буду на доске а вы можете просто еще где короткие композиции сначала медленную а потом побыстрее разомнемся с утра медленно можно с оттяжкой можете придумать волосе для себя сами но это совершенно необязательно просто принцип показать да и и пробуйте налички пробуйте подключать руки чем быстрее вы сможете включать руки тем быстрее обратно луночки 늘 и луночки прошло . Луночки луночки ш thought Сырка 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 И сейчас я поменяю, то есть, где вы неправильно, да, смещение. И смотрите, сразу пошло раскачивание. Вроде бы бедра идут вверх, да, тазовые косточки. Но смотрите, у меня доска уже раскачивается. И они идут и вверх, и при этом еще и в стону. И вот вернулась, и сразу, оп, и доска остановилась. Помним, ступни параллельно. Если у кого-то еще не очень получается держатель параллельно, можно немножечко носочки вовнутрь. Но добиваемся параллельности. Тело очень быстро привыкает к правильному положению. И при правильном положении ступни, вы снимаете излишнюю нагрузку на коленную суставу. И начинаете их останавливать. И давайте побыстрее темп сделаем. Еще на 3 минутки. Я опять же останусь на доске. Субтитры создал DimaTorzok Смотрите, она может быть мелкая качелька и глубокая. Дыхание ровное, спокойное. Улыбаемся. У большинства из нас здесь только начинается. И смотрите мелкие движения и углублено. Кстати, как вам идея потанцевать под новогодней композиции? Если что, присылайте то, что вы хотите. Составим фейлист свой. Я в этот угол поставлю елочку. И будет перед елочкой. И обратите внимание, моя доска. Стоит. Конечно, контроль нужен. На доске больше контроля надо. Все. Заподрились? Потанцевали? В общем, повторяем, да? Любой наш танец начинается с отстройки положения. То есть мы выстраиваем ось. Макушечкой тянемся вверх. Копчиком тянемся вниз. Можете просто сначала под музыку постоять. Постоять под дыхание. И потом переходим к качельке. То есть любое наше занятие. Свое занятие, когда вы начинаете разминаться. Конечно, я понимаю, если вы стоите у плиты. И захотелось вам что-то потанцевать. Вы раз тут же потанцевали. А если вы хотите позаниматься нормально, то начните с качельки. Растените, разогрейте подвздошные мышцы. А потом уже танцуем. Была рада выйти к вам. Жду обратной связи. Всем пока-пока.